Всем здравствуйте, вы на канале 30+, я медицинский психолог и нутрициолог. Сегодня с вами говорим про постоянный голод, как снизить серый кардинал, лептин нашего организма. У меня такое тоже было, честно говоря, хочу с вами поделиться. Другой момент, если вы знаете историю, связанную с своей генетикой, у кого-то это генетическая история, и с ней придется четко работать. У некоторых есть еще и компульсивное переедание, а-ля, ну, за мамочку, за папочку две минуточки попробую только одну ложечку и одну минуточку. И это правда, так бывает. Виды нарушений пищевого поведения – это экстернальное поведение. Другой момент – это ограничительное поведение, когда вы постоянно ограничиваете себя в еде. Другой момент – эмоциональное переедание во время стресса. Но бывает так, что компульсивное переедание – это становится достаточно неприятной историей. И история колебания веса, еда становится единственным удовольствием, озабоченность собственным весом, самооценкой, стрессом – все это, честно говоря, напрягает. 8 мифов о компульсивном переедании, что да, девочка, ты же можешь бросить, ты все можешь. На самом деле, когда еще сбивается вот этот грелин, лептин, уровень насыщения, то достаточно непросто. И здесь сказала бы я кето, но не кето, не всегда кето. Здесь важно выработать привычки и быть подготовленным. Помните, ваш друг не дремлет. Соответственно, когда вы в стрессе, когда что-то меняется в окружающей среде, ваш мозг может так реагировать на изменения. Соответственно, вам нужно быть готовым к таким маленьким моментам. Конечно, я всегда со своими девчонками обсуждаю то, что они едят, сколько они едят, и, в принципе, есть ли у них саплименты. Потому что многие только сидят на питании и не знают о том, что «Ой, там кальция не хватило, ой-ой-ой, там бетаина, гидрохлорида не хватило, и все, что желудок должен был переработать, все, оказывается, вывалилось в кишечник». И, ну, как бы такие маленькие нюансы. Другой момент, конечно, лептин – это история, которая может провоцироваться. Вот сейчас вам свою расскажу историю. Я пришла с подружкой в кофейню, я попросила просто черный кофе. Я обожаю черный зерновой кофе. Но мне туда нафигачили какой-то подсластитель, в общем, то, чего я не просила. Когда я это выпила, мозгу нравится сахар. Мозг против похудения. Мозг вообще против здоровья. Мозгу нравится всякая, простите, трошатина, связанная с глутаматом, с другими добавками. Потому что мозгу так весело. Соответственно, не вам, мозгу. Другой момент, вся эта история может привести к депрессии. И если у вас, например, еще и депрессия параллельно, то вот эта низкая самооценка, стресс, тревога, это будут пути к, как это, знаете, похмелиться. А тут похмелья-то нету. И вы не даете чего-то. Главное из этой истории не перейти в какое-то ограничение, расстройство пищевого поведения ограничительного типа. В общем, тут достаточно непростая история. Но повлиять на все эти моменты можно максимально составить себе план питания. Плюс обязательно отслеживая свои биоритмы. Если вы не спали, если вы перепили кофеина, если вы чувствуете, недополучаете микроэлементов. То есть, в принципе, не на здоровом питании. Если у вас и присутствует стресс, тревога, и вы на какой-то новой работе или где-то, где вам неудобно кушать, то все это может повлиять на ваши выборы. Поэтому, ребята, отслеживайте, делайте паузы, выходите, прогуливайтесь. Меняйте вид деятельности, и вам это поможет. Кстати, на грелин и на лептин влияют еще и кишечные бактерии. Если у вас там что-то не в порядке с кишечником, вам может хотеться кушать намного больше, чем обычно. Поэтому лактобифидофлору обязательно поддерживать. Это ваше здоровье. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу. Вы на канале 30+, с медицинским психологом-нутрициологом.